Наверное, далеко не каждый брещанин знает о существовании в Брестской крепости острова Пограничный, он же Тереспольский. Что уже говорить о гостях нашего города? Идея открыть остров для туристов впервые была озвучена летом 2011 года и принадлежит Александру Лукашенко, который дал соответствующее распоряжение, принимая участие в памятных мероприятиях в Бресте по случаю 70-летия начала Великой Отечественной войны. Экскурсии на остров стали проводить с 2013 года. На Тереспольском укреплении Брестской крепости на территории без малого 46 гектар сохранились более 30 фортификационных объектов. Это пороховые погреба, кирпичные казематы, казарма, баня, караульный домик, да и просто природа, где можно встретить диких животных. Однако увидеть это все, когда захочется, не получится. А вот оформить заранее заявку – это всегда пожалуйста, пояснил директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк, который предоставил порталу «Реальный Брест» эксклюзивное право снять полноценный сюжет во время экскурсии, которую провел научный сотрудник мемориала Сергей Казак. На схеме показано Тереспольское укрепление Брестской крепости. Вот мост, по которому мы сюда шли, и будем двигаться вдоль этого укрепления по этой дороге. Посмотрим объекты, подойдем к границе. Как я говорил, в средние века здесь находилась часть средневекового города, Бересте, последствия Брест-Литовска. Причем во время разлива в реке Западный Бух этот остров затапливало, и дорога, которая вела с Тересполя в Брест, которая здесь проходила по этому креплению, она находилась на дамбе, на возвышении. И когда затапливало при разливах реки вот этот остров, эта дорога оказывалась выше воды. Называется эта дорога «Варшавский проезд», и это была самая прямая дорога именно с города Бреста в Польшу, на территорию Польши. Значит, при строительстве крепости это укрепление прикрывает центральный остров с западной стороны, занимает она почти 46 гектаров площадь. Первая линия обороны проходит по водному каналу, за ним были расположены 4 люнета, впоследствии было еще предмостное укрепление, но на наших дней одно не сохранилось. Если неприятель прорывался через эту первую линию, его встречали орудия, расположенные здесь на предмостном укреплении. Те объекты, которые здесь сохранились, постройки первой половины 20-го и второй половины 19-го века. Мы с вами будем ходить их посмотрим в процессе экскурсии. И по мирному договору 1939 года, известному как Пагстриментропа Молотова, граница должна была проходить по реке Западный Бух, и территория этого укрепления должна была отойти Германии. Советское командование приняло решение сохранить это укрепление в составе Советского Союза. Были использованы несколько тонн динамита, взорвали перемычки, которые были, и пустили воду реки Западный Бух по обводному каналу. А возле Череспольских ворот крепости построили дамбу, кроме моста. И когда приехала немецкая делегация, выдали немцам обводной канал за реку Западный Бух. Ну немцы поняли, что это не река Западный Бух, а обводной канал. Но развивать этот вопрос не стали, скажем так, и это укрепление осталось в составе Советского Союза. И перед войной здесь размещались похороничники 17-го краснозаменного похороничного отряда. Здесь находилась транспортная рота, курсы шоферов, сборы кавалеристов, физкультурников, курсы кузнецов. Около 300 человек. И эти воины, которые здесь были, здесь воины-похороничники держали оборону. Первоначально, конечно, первые часы войны здесь не было единого, как бы руководства в обороне. Потом сложились три группы, которыми командовали старшие лейтенанты Мельниковы Черные и лейтенанты Ждановы. И вот похороничники из этих трех групп здесь ввели бои до 30 июня. Фактически до конца июня месяца. Хотя, как я говорил, германские войска планировали взять крепость за 8 часов. Здесь бои шли более недели. Ну и вся оборона Брестской крепости, конечно, 45-я дивизия здесь задержалась на длительное время. Первые части этой дивизии стали отсюда сниматься и уходить на восток только 1 июля, на 10-й день войны. Хотя планировали взять крепость за 8 часов. Надо сказать, что солдат-пограничников немцы приравнивали к комиссарам, к юнкерам старой царской армии, поэтому их в плен фактически не брали. И воины-пограничники, которые здесь сражались, они фактически сражались до последней возможности, обороняя свою родину. Ну а мы с вами сейчас пройдем по этой дороге и посмотрим объекты, которые здесь находятся. Наши научные сотрудники 6 лет исследовали территорию крепления этого. Значит, они также получили схемы крепости. Это укрепление из Москвы. И, значит, было выяснено, что каждый объект крепости имеет свой крепостной номер. Вот перед вами пороховой порог номер 659. Первоначально он был построен как кирпичный, впоследствии модернизирован и укреплялся железобетоном. Построили его в 80-х годах XIX века, а модернизировали в 1912 году. И здесь первоначально хранились боеприпасы. Вот так когда-то он выглядел, как показано здесь на схеме. Видите, центральная часть, которая была укреплена железобетоном. И мы впоследствии пристроили вот эти два сквозняка, два прохода. И улучшили систему вентиляции, покрыли его железобетоном. По воспоминаниям Ивана Ивановича Метлицкого, его отец Иван Метлицкий ловил на буги рыбу. И продавал эту, поставлял эту рыбу немцам. Вот здесь за этим погребом была немецкая полевая кухня. И этот погреб немцы использовали как фильтрационный пункт. То есть сюда приводили первых военнопленных, которые были захвачены в крепости. У погреба стоял немецкий пулемет. Значит, пленных строили в шеренге. Заставляли их снимать штаны. И немецкий офицер в халате, в медицинском, белом медицинском халате подходил к ним. И стеком поднимал, палкой поднимал полы, рубахи. И рассматривал половые органы. Если видели, что человек обрезанный, то есть что он еврей, его сразу же здесь и расстреливали. Причем расстрелянных здесь людей немцы не хоронили, а сбрасывали их в реку Западный Бух, и их течением уносило. И вот всех евреев, комиссаров, коммунистов немцы расстреливали. И остальных военнопленных они отправляли в этот погреб. И уже с этого погреба их отправляли в лагеря военнопленных. На территорию Польши, в Белоподляску и другие лагеря. Вот этот погреб немцы использовали как фильтрационный пункт для первых советских военнопленных. И на стенах этого погреба сохранились следы, это вот следы именно от расстрелов этих военнопленных попаданий пуль с немецких пулеметов. А сейчас мы с вами пройдем вот этот вот погреб. Посмотрим, как он выглядит внутри. Рассчитан он на 7 тысяч пудов пороха когда-то был. И, как я говорил, здесь первоначально хранились боеприпасы. И впоследствии он использовался как склады. Польши, в Белоподляске, в Белоподляске. Здесь система вентиляции, которая была, когда-то она не функционирует. Поэтому здесь сыро и влажно. Раньше здесь было сухо до такой степени, что можно было хранить боеприпасы. Порох и зарядки. И, как я говорил, это не самая большинство. Рассчитан на 7 тысячи долговых пороха. Депродукция картины Залесского, где показан вот этот мост, который здесь когда-то был. Мост этот называли «Висячий». Значит, он держался на металлических канатах, металлических тросах. И был построен в 1850-х еще годах. Путешественники, которые здесь ездили, поговорили, что это один из красивейших мостов в Российской империи. В длину он был примерно 150 метров. Более 90 метров находилось над водой. Висел он на металлических канатах, концы которых упирались в анкирные устройства, которые находились с этой стороны укрепления. И с той стороны входили непосредственно в терреспольские ворота. Натяжка канатов на этих устройствах проводилась. Этот мост на этих канатах висел. Значит, пилоны моста, то есть его столбы, были оштукатурены цветной охрой, то есть разного цвета краской. И на них находились маскароны. А часть этих маскаронов была найдена здесь после войны, во время раскопок, и сейчас находятся в музее. Маскароны были сделаны из чугуна, и на них были изображены различные доспехи и лики льва. На центральных пилонах и над самими воротами были двуглавые орлы, гербы Российской империи, сделанные из чугуна и покрытые позолотой. Мост был довольно красивым, и по этому мосту, все, кто едут из Тересполя, в Брест, и в Брестскую крепость, когда проезжали, вот проезжали именно с запада на восток, проходила дорога. В начале 20 века появился план создания здесь, значит, так как река была судоходной, подъемного моста, то есть часть моста, вот этот план представлен, должна была подниматься, и под этим мостом должны были проплывать пароходы и катера. Но этот проект не был осуществлен, так и началась Первая мировая война. И в августе 1915 года войска Российской империи, крепость покинули российские войска, и мост был ими взорван. И здесь вы видите репродукцию с картины, на которой показаны австрийские саберы, которые стоят на этом мосту и пытаются его починить. Он находится в воде. Вот он упал в воду фактически. Впоследствии эта территория, после Парижского мирного договора, после Советско-Польской войны, отошла Польша. И здесь в крепости размещался польский саперный батальон. И поляки этот мост восстановили. Но он уже не висел на канатах, а стоял на опорах, которые находились в воде. Хотя пилоны остались, часть пилонов сохранилась, но он уже стоял на опорах. Вот он здесь показан на фотографиях, видите, 20-х годов. Снизу представлены деревянные ледорезы. Когда лед шел по Бугу, они этот лед разбивали. И мост получился выше, чем ворота. Выступал над воротами как бы. Поэтому над воротами была построена над этими сиреспольскими трехэтажная водонапорная башня, которая создавала давление воды в водопроводе на центральном острове крепости. Вот она здесь показана, видите, на фотографии. Это трехэтажная водонапорная башня. Перед войной, когда в 1939 году эта территория зашла к Советскому Союзу, здесь проживали семьи военнослужащих в этой башне. Проживало восемь семей. И когда началась война в 1941 году, советские войска, мост, который здесь был, взорвать не успели. Германские войска его заняли. Причем первые немецкие роты, которые здесь шли, они шли после обстрела. Пограничники еще не смогли прийти в себя. Они смогли по этому укреплению пройти, перейти через мост, через ворота, ворваться на центральный остров крепости и занять здание церкви, здание клуба. Оттуда уже наступали по территории центрального острова. Когда шли следующие немецкие роты, они попали под обстрел, который ввели воины-пограничники и стали нести здесь потери на этой дороге. На этой же дороге был уничтожен немецкий капитан фракса и Краус, которые вышли сюда провести разведку и были уничтожены пограничниками. Ну и надо сказать, что пограничники, которые здесь сражались, вели довольно тяжелые бои и немцы обстреливали, как я говорил, крепость снарядами системы Карл. И вот здесь была полубашня, видите, в нее попал снаряд системы Карл и ее разрушил. На фотографиях 1941 года фактически здесь вместо этой полубашни находится груда кирпичей. Также сама эта башня, которая была над Тереспольскими воротами, была пробита фактически насквозь. Вот вы видите фотографии 1941 года попаданием немецких снарядов. И советских военнопленных, которые попали в плен крепости, немцы использовали для разборки трупов, уборки завалов и по воспоминаниям защитника Греапости Кувалина, который остался в живых после войны, он был в группе, которую 1 июля привели сюда для разборки завалов. 15 июля они здесь разбирали завалы, под этими воротами проходила колонна немецких солдат и сверху с этих ворот на них со связкой города сбросился неизвестный защитник. От взрыва этих гранат немцы понесли большие потери, погибло, было убито и ранено около 10 человек там немцев. Ну и сам этот человек сбросился с этих ворот и впоследствии при этом погиб. Его имя после войны установить не удалось. И вот в честь этого подвига установлен вот этот мемориальный знак. Вот, в виде листа календаря, на котором высечено 15 июля. Ну и надо сказать, что перед приездом сюда Гитлера и Муссолини немцы силами военнопленных эту башню разобрали и вставили металлическую вставку. Видите, в эти ворота. Вот с одной стороны они имеют форму арки, с другой стороны находится металлическая вставка. И когда сюда приезжали Гитлер с Муссолини в конце августа 41-го года, видите, они тут проезжали через эти ворота. Вот они на фотографии показаны. Вот. Уже над этими воротами вот этой трехэтажной башеньки нету. То есть она была самими немцами разобрана. Видите, ее нету. Они высадились на территории Польши и здесь вот через эти ворота сюда проезжали. Ну и при обороне вот, которая шла на центральном острове там вот за этими воротами за Терескульскими находится казарма 333-го полка с этой стороны стрелкового с этой стороны 9-й погранзаставы. И надо сказать, что казарма пограничников она была разрушена к вечеру первого дня войны от ударов немецких бомб и снарядов. И уцелевшие бойцы перешли в казарму 333-го полка и обороной там руководил лейтенант Андрей Митрофанович Кижеватов. Удостойный звания Героя Советского Союза. Посмертно за оборону Брестской крепости уже в мае 65-го года. И вот этот монумент, который там находится за аркой ворот, он был установлен в честь воинов-пограничников, которые здесь сражались. Ну это вот снимок на 41-й год. Вы видите, что пристань, которая здесь вот находилась, она тоже была разрушена. И вот вместо полубашни здесь вот на снимке хорошо видно груда просто кирпичей. То есть попаданием снаряда системы Карл она была разрушена. Кроме моста здесь находилась дамба. Я говорил, построена еще в 1939 году. Для строительства вот этой дамбы использовали брусчатку, приготовленную поляками в городе Бресте для мощения улиц. И затопили две баржи с мешками, груженными землей. И кроме моста здесь была, видите, дамба. Вот. Ну, мост этот на 41-й год был вот как здесь на фотографии. А в 44-м году вот снимок 44-го года, видите, его уже не было. То есть, скорее всего, его немцы взорвали при отступлении. До наших дней он не сохранился. И вот эти вот водовороты, которые вы здесь видите, это, скорее всего, остатки вот этой дамбы, которая здесь когда-то была. Ну и советские воины, которые были в крепости, они несколько раз пытались отсюда прорваться, шли на прорыв. 23-го июня отсюда на прорыв пошла группа под командованием лейтенанта Потапова. Они сражались с казармой 333-го полка. Почему они прорывались на запад? Потому что считали, что все группы прорываются в основном на север и восток с крепости. И немцы не будут ожидать удара именно на запад. И действительно, когда немцы дали предложение сдаваться в плен, предоставили час на размышление, Потапов собрал своих солдат, смог за это время подойти к оборонительной казарме. И когда время истекло вот этого ультиматума, они пошли на прорыв. Немецкие заслоны не уничтожили, перешли по дамбе, по мосту и вплавь реку Западный Бух и ворвались сюда на Тереспольское укрепление. Здесь группа разделилась и прорывалась отсюда на Волынское укрепление. Но при этом, конечно, в прорыве часть людей этой группы погибла. Вырваться из них смогли только единицы. Сам Потапов попал в немецкий плен и погиб в немецком плену. Они предпринимали именно попытку прорыва на западную сторону на Тереспольское укрепление. В 1901-1902 году это каменный флигель. Во времена Первой мировой войны здесь размещалась конно-ополченческая сотня. Центральная часть его старинная. Вот эти боковые пристройки уже сделаны после войны. Перед Великой Отечественной войной здесь размещалась транспортная рота 17-го краснозуменного пограничного отряда. Руководил этой ротой старший лейтенант Аким Степан Черный. Вот он здесь показан, видите, на фотографии. Это снимок, когда он еще был курсантом. Вдоль этой дороги шли дома и в одном из этих домов проживала семья Черного, проживала его беременная жена и он к нему перед войной приехала сестра и его мать. И когда началась война, они встретили войну здесь. сам Черный выбежал в расположение своей транспортной роты, но при этом конечно в ходе боев здесь бои шли фактически первый день войны. Впоследствии отсюда пограничники под руководством Черного стали отступать к гаражам, где находилась техника транспортной роты. Попытались технику эту вывести из-под обстрела, но большая часть техники была немцами уничтожена в первые же часы войны. И они сражались в районе Горжей в течение трех дней. Вечером третьего дня войны 24 июня группа Черного соединилась с группой старшего лейтенанта Федора Михайловича Мельникова, которая сражалась в районе школы шоферов. И в ночь с 24 на 25 июня они пошли отсюда на прорыв. Прорывались они в западную часть Копринского укрепления крепости. При прорыве из 45 человек прорываться смогли только 13. четверо из них были ранены. Вот Мельников тоже был ранен при этом прорыве. Черный же попал в немецкий плен. И окончательно эта группа пограничников уже сражалась с немцами до 26 июня. Была немцами она ликвидирована в казематах внешнего вала в западной части Копринского укрепления 26 июня. Сам Мельников при этом погиб. Черный прошел через немецкое лагеря остался в живых после войны. Его жена и сестра погибли. Мать от первого сошла с ума и когда его попросили написать воспоминания о войне он сказал что не может этого сделать. Такими страшными были у него воспоминания о этой войне. И пограничники транспортной роты как я говорил здесь сражались в течение трех дней. И впоследствии пошли отсюда на прорыв. Аким Симанович Черный остался в живых после войны. Из тех трехсот пограничников которые сражались на Тересфольском укреплении крепости по данным историков после войны в живых осталось 15 человек. Почти все они здесь погибли обороняя свою родину обороняя это укрепление. Ну и после войны здесь в 80-х 90-х годах находилась одно время школа серзантов пограничного состава. Впоследствии здесь была маневренная группа потом инженерный батальон размещался пограничных войск. С 95-го года их отсюда вывели и планируют здесь в этом здании открыть музей пограничных войск. Но когда это будет никто не знает. Ну и надо сказать про это здание еще такой интересный факт что во время войны здесь был в 41-го по 44-й год немецкий пересыльный пункт. То есть каждому немецкому солдату во время войны был положен месяц отпуска. Они приезжали в Тересполь точнее не в Тересполь а в Брест приезжали на Брестский вокзал. С Брестского вокзала шли сюда пешком в это здание сдавали здесь оружие одежду в химчистку вот и значит у них здесь были сутки отдыха пока эту одежду стирали. Впоследствии брали значит одевали эту чистую форму постиранную одевали награды брали подарки шли отсюда в Тересполь садились там на поезд и ехали в Германию в отпуск. Когда отпуск заканчивался немецкий солдат возвращался отсюда снова с Германии снова в Тересполь и шел сюда в это здание здесь снова значит сдавал награды брал вооружение и отсюда двигался на территорию Брестского вокзала оттуда он ехал уже на фронт то есть это был немецкий такой пересыльный пункт с 41 по 44 год именно для немецких солдат которые отправлялись в отпуск это здание использовалось здесь мы с вами пошли почти подошли вплотную границы с Польшей надо сказать что вдоль границы вдоль вала на Тересполь укреплении в каждом из этих раввелинов значит было по пороховому погребу и вот такому кирпичному каземату он использовался как укрытие рассчитан каземат это на 10 человек то есть при обстреле здесь должны были солдаты укрываться от неприятельского обстрела и там сохранились следы попаданий с той стороны обстрел ввелся не с запада а с той стороны там сражались воины которые входили в состав школы шоферов поэтому обстрел ввелся оттуда и вот следы обстрела сохранились группа Жданова которая здесь сражалась она пошла отсюда на прорыв в ночь с 30 июня на 1 июля при прорыве большая часть группы погибла вырвалось и вот Мясников еще 17 бойцов и свой последний бой они здесь приняли в здании церкви здание клуба 5 июля после этого боя в живых осталось 4 человека Мясникова и 3 бойца им удалось из крепости вырваться через Волынское укрепление догнали они фронт у города Мозырь в 400 километрах от Бреста Мясников прошел через всю войну за освобождение Севастополя был достоин звания Героя Советского Союза остался он живых после войны жил на Украине где Пропетровский умер в 2005 году Мясников был одним из тех солдат кому с оружием в руках во время вот этих попыток прорыва удалось из крепости выйти и он был одним из тех 15 похоронщиков которые остались живых после войны из тех кто сражался здесь на вот этом Тереспольском укреплении вот это одно из самых старейших сооружений Брестской крепости Капонир он был построен в Люнете в третьем Люнете еще в 1830-е годы когда строилась сама крепость Капонир это такое сооружение с которого ведут огонь в две стороны вдоль рва наполненного водой предназначался он для обороны впоследствии здесь были построены возле него здания и здесь находилась школа шоферов Белорусского Парганокруга руководил этой школой старший лейтенант Федор Михайлович Мельников вот он здесь показан на фотографии вместе со своей женой Галиной Корнеевной и сыновьями Борисом и Олегом проживали они в одном из домов которые находились вдоль дороги по которой шел Варшавский проезд на этом же укреплении когда началась война ну когда-то перед войной вот видите вот этот Капонир выглядел вот так вот как здесь показано на фотографии и здесь проходили учения вот показаны учения вот эта школа шоферов она была самой большой по численности самой большой по численности войнским подразделением которое находилось на Тересспутском укреплении и всех подразделений которые здесь были в ней насчитывалось около 200 человек и когда началась война сам Мельников был ранен в руку и его сыновья его увидели и жена только в первые часы войны он вышел из дома потом вернулся жена его перебинтовала и он бросился в расположение своей воинской части то есть сюда и здесь воины похоронящие под его руководством сражались в течение трех дней отбивая немецкие атаки а последствия соединив с группой старшего лейтенанта Черного вот эти совместные группы Мельникова и Черного пошли отсюда на прорыв в западную часть Кобринского укрепления Мельников был повторно ранен но остался как бы в строю и погиб уже 26 июня в западной части Кобринского укрепления его семья не знала о его судьбе они об этом узнали уже только после войны сами они укрывались от немецкого обстрела выйдя из дома его жена и двое сыновей в кирпичных казематах где находились конюшни причем немцы когда ворвались в эти казематы там прятались женщины и дети их расстреливать не стали а захватили в плен его семья осталась живых после войны сыновья Олег и Борис Олег проживал в Епатории умер в 2006 году Борис жил в городе Минске приезжал к нам сюда оставил свои воспоминания и его берут в 2017 году а сам Мельников здесь погиб при обороне этого здания ну и надо сказать что есть сведения что немцы при штурме этого здания применяли огнеметы вот так это здание выглядело уже после боев вот и остатки бойцов останки бойцов которые здесь погибли находились здесь и после войны вот этот монумент он был установлен уже в 1991 году в честь похороничников которые здесь сражались и вот здесь есть снимки допустим 60-х годов где показан вот этот же видите этот же капонир вот похороничники уже послевоенный снимок и снизу вот груда костей которые они здесь обнаружили видите человеческие кости то есть бои здесь шли довольно сильные перед вами пороховой погреб построенный в 1861-1862 году первоначально все пороховые погреба в крепости строились из кирпича рассчитаны они в основном были на 6-7 тысяч пудов пороха вот кладка здесь сохранилась как вы видите кирпичная кладка оригинальная еще 19 века вот не просаживается смотрю что-то не тут он хорошо сохранился более-менее его можно еще отреставрировать и будет балка металлическая уже провисает наверное ну где-то там что-то провисает но в основном он еще сохранился скажем так не так как школа шоферов там компонент более разрушен этот более в хорошем состоянии вот и уже с 1890-х годов стали строить как я говорил бетонные погреба такие вот кирпичные укреплять железобетоном поэтому в наше время они являются большой редкостью чтобы найти вот именно такой неукрепленный железобетоном кирпичный пороховой погреб на крыше там вообще нет зарос деревня здесь был уже последствия склады горючих смазочных материалов в этом погребе вот мы можете туда зайти тоже была видите вентиляционная шахта по бокам шла то ли того погреба но там она открыта тут ее видите закрыли заложили вот когда-то был склад горючих смазочных материалов кирпичная кладка как вы видите вот зазор небольшой между кирпичами палец туда фактически не вставить что из 19 век и здесь видно что он кирпичный построен из кирпича довольно большой тоже вместительный шахта вентиляционная идет вдоль погреба и его центральная часть где непосредственно когда-то хранились боеприпасы вашему вниманию была предоставлена лишь часть материалов из более чем двухчасовой экскурсии во-первых потому что часть споров обсуждений легенд уточнений деталей рождаются во время споров и диалогов между участниками экскурсионной группы во-вторых не все можно предоставить вашему вниманию потому что это пограничная зона в-третьих хотя бы раз в жизни это место нужно посетить самому чтобы окунуться в эту атмосферу и посмотреть на привычные фортигационные сооружения под иным ракурсом подать заявку на посещение групп можно на сайте мемориального комплекса Брестская крепость герой ссылка на который и иные контакты будут в описании к этому ролику и не забывайте что при себе нужно иметь паспорт герой степень бесс герой му по ку Продолжение следует...